Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие москвичи и представители других регионов. Дело доходило до того, что когда мы сюда шли с вещами, с цветами, то люди спрашивали, куда вы идете, и говорили, а вы мой проездом в Москве и хотели бы тоже поучаствовать. Настолько велика любовь к Владимиру Семеновичу Высоцкому. У нас сегодня не митинг, не концерт, а просто встреча друзей, встреча тех, кто любит творчество Владимира Семеновича Высоцкого. И поэтому я вас попрошу не ютиться там сзади, но кто-то гуляет, не хочет подходить, то это понятно. А вот вы, пожалуйста, пройдите сюда, здесь есть место, давайте встанем пошире. Вот здесь есть место, совершенно никого нет, пожалуйста, вот проходите. А то там сзади не видно ничего. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. Проходите. Проходите. Очень хорошо. Сразу скажу, что на нашей встрече присутствуют совершенно разные, незнакомые друг другу люди, кто просто узнали из интернета, или вот здесь мы вешали объявление, и подошли. Поэтому прошу вас, значит, очень как бы доброжелательно отнестись к друг другу, и, естественно, кто-то захочет выступить, и мы с радостью давайте послушаем. Единственная только одна просьба, постараться не затягивать какие-то речи, чтобы у нас такое скучное мероприятие все не превратилось. Владимир Семенович Высоцкий умер уже 40 лет назад. Не знаю, как вам, но мне это вот невозможно представить. Но тем не менее, как быстро летит время, но тем не менее для нас с вами он жив, он живой человек. И сегодня мы будем с вами говорить о нем как о живом. Вот Владимир Семенович однажды заполнил анкету, которую попросил заполнить его товарищ по театру, сотрудник театра на Таганке. И был такой вопрос. Какая ваша любимая песня? Вот давайте, кто-то, наверное, знает, ну как, какая его любимая песня? Или какие будут предположения? Какая любимая песня у Владимира Семеновича Высоцкого? Нет, не его песня, не его. Его он, по-моему, говорил, я сама была на его концертах, он говорил, что у него вам как у все дети, все любимые. А вот именно любимая песня, в принципе, чужая. Его любимая песня «Вставай, страна огромная». Поэтому вот сейчас мы включим ее, чтобы вспомнить о Владимире Семеновиче как о живом человеке, о том, какую музыку, какие песни он любил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 С самого начала, когда я только начал писать песни, больше всего это распространялось. Я писал, я вообще начинал писать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, стадионы, и здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано и спето только для маленькой компании моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 назад мы жили в одной квартире у режиссера такого мосфильма, Лёва Кочаряна. Там были из тех, которых вы знаете, людей, это были Васи Шукшин, которого больше нет. Сам Лёва, который тоже умер. Там был замечательный человек, который любил жизнь, невероятно. Там был Андрюша Тарковский, там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочаряна, мой друг, который сказал, подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания, ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать. И началась вот такая, ну что ли, такое триумфальное шествие этих плёдок повсюду, 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 повсюду посадил. Ну и, соответственно, сейчас прозвучит песня, которая тоже посвящена вот этому дому. Ну и ещё такой шуточный артополечник, который из моих детских лет, такая уличная песня. Может быть, она немного шуточная такая песня. Где твои семнадцать лет? На большом каретном. Где начало твоих бед? На большом каретном. А где твой чёрный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нём. Я скажу, что тот полжизи не потерял, кто в большом каретном не бывал, ещё бы. Где твои семнадцать лет? На большом каретном. А где твои семнадцать лет? На большом каретном. А где твой чёрный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь Стало всё по новой, да верь, не верь И всё же где б ты ни был, нигде ты не придёшь Нет-нет, да по каретному пройдёшь и ещё бы Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 лет на большом каретном? А где твой чёрный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет, на большом каретном Так, наверное, большой каретный для творчества Высоцкого И то, что, конечно, правительство Москвы заняло такую позицию Я еще буду встречаться с руководителями Надеюсь, что в ближайшее время И буду разговаривать на эту тему И требовать все-таки признания объектом культурного наследия Я уже говорила про анкету, которую заполнял Владимир Семенович И что мы сегодня наши поступки как бы сверяем с этой анкетой Вот Я думаю, что ее, наверное, стоит сейчас зачитать Ответы, чтобы тоже, как бы, потом не было вопросов Почему, например, у нас дваздики белые, а не красные Нет, красные у нас тоже, конечно, есть Но, тем не менее Вот Анкета такая, какая она есть Пожалуйста, не обессудьте Опять же, я говорю, здесь собрались самые разные люди Нам практически большинство из вас незнакомо Конечно, есть и наши соратники, друзья Вот И поэтому прошу отнестись так к этому Как ответил сам Высоцкий на эту анкету Имя, отчество, фамилия Владимир Семенович Высоцкий Профессия Актер Самый любимый писатель Михаил Булгаков Самый любимый поэт Белла Ахмадулина Самый любимый актер Михаил Яншин Самая любимая актриса Зинаида Славина Любимый театр Спектакль Режиссер Театр на Таганке Спектакль Живой Режиссер Любимов Любимый фильм Кинорежиссер Огни большого города Чаплин Любимый скульптор Скульптура Роден Мыслитель Любимый художник Картина Куинджи Лунный свет Любимый композитор Музыкальное произведение И песня Ну, песня мы уже с вами сказали Вставай, страна огромная А музыкальное произведение Шопен Двенадцатый этюд Мы сегодня его тоже послушаем Страна, к которой относишься с симпатией Россия, Польша, Франция Ну, это понятно Идеал мужчины Марлон Брандон Идеал женщины Секрет Человек, которого ты ненавидишь Их мало Но все-таки список значительный Самая замечательная историческая личность Ленин Гарибальди Историческая личность, внушающая тебе отвращение Гитлер Ижи с ним Самый выдающийся человек современности Не знаю таких Кто твой друг Валерий Золотухин За что ты его любишь Если знать за что То это уже не любовь А хорошее отношение Что такое, по-твоему, дружба Когда можно сказать человеку Все, даже самое отвратительное О себе Черты, характерные Для твоего друга-подруги Любимые черты характера человека Терпимость Мудрость Ненавязчивость Одержимость Отдача Но только на добрые дела Самые отвратительные качества человека Глупость Серость Гнусь Чего сейчас хватает выше крыш Это уже от себя Понятно Да Дорогие друзья Вот мы сюда пришли Прежде всего для того Чтобы принести цветы К вот этой мемориальной доске К дому Который был так дорог К Владимиру Семеновичу Высоцкому К источнику его вдохновения Вот И основываясь на том Что Владимир Семенович вот здесь сказал Что его любимый цвет белый Его любимые цветы гвоздики Вот сейчас Наши соратники Вам раздадут эти цветы И мы с вами каждый Но наша встреча продолжается Просто Наверное в первую очередь нужно сделать То, зачем мы сюда собрались Вот И возложим Эти цветы Минут пять мы объявляем перерыв От границы мы землю вертили назад Было дело Сначала Но обратно ее Закрутил наш компат Оттолкнувшись ногой от Урала Наконец-то нам дали приказ наступать Отбирать наши пяди и крохи Но мы помним Как солнце отправилось Вспять Едва Не зашло на востоке Мы не меряем Землю шагами Понапрасну цветы Деревя Мы толкаем ее Сапогами От себя От себя Нет ветра с востока Пригнулись тага Шмется к скалам Атара О земную Мы сдвинули Без рычага Изменив направление Удара Не пугайтесь Когда не на месте Закат Судный день Это сказки Для старших Просто землю вращают Куда захотят Наши сменные розы На марше Мы ползем Угорки Обнимаем Кочки тискаем Зло не любя И коленями Землю Толкаем От себя От себя Кто-то стал полный рост И ответив поклон Принял пулю На вдохе Но на запах На запах Ползем батальон Чтобы солнце Сошло на востоке Животом погрызи Дышим с мрадом болот Но глаза Закрываем на запах Нынче по нему солнце Нормально идет Потому что мы рвемся На запах На запах Руки-ноги На месте Нет ли Как на свадьбе Нормально было Вспомните Эту часть Его творчества У него много было Песен о войне Теперь Ольга Владимировна Включайте 12-й тет Шопена Любимое произведение Высоцкого А уважаемые Мои соратники Пожалуйста Возьмите Корзиночку Сначала Корзину А потом Мы с вами Цветы Возложим Все Идите Покруче Возьмите 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 Пожалуйста Подходите По одному И ставьте В вазочку А может Презагламывание Ничего Как-то Наверх Не упадет Презаглавливание Презаглавливание СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое всем, кто помогал, так что организованно все произвести, потому что, в общем, в общем, людей собралось много, а тропочка у нас к мемориальной доске узенькая. Дорогие друзья, я вам сказала, что к нам пришли и представители других регионов, и вот сейчас, ну, через некоторое время уже самолеты улетают, поэтому разрешите мне, поэтому разрешите мне, в том число, в том число, из Барнаула, алтайский край. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Бернгардовна, да, пожалуйста, тоже местный, обитатель, житель, вот, пожалуйста. Никто не поддержит меня? Если Вы что, позволяй, не скажу, может быть, пару слов сначала. Меня зовут Светлана Старис, я, можно сказать, всю жизнь живу в этом дворе. Вот в этом доме, где жил Высоцкий, вот его, в том числе вот эта квартира на втором этаже, значит, здесь окна все его дома, где его прошли годы, прежде чем он начал уже ходить, так сказать, в основном к своему другу Кочаряну, ну, так получилось, жизнь так сложилась, что я бывала, в общем, в этих домах, потому что мы все учились в школе его одной, и с Ольгой Леоновной, и даже, когда мне было лет 18, наверное, я трогала те самые струны, которые трогал Владимир Семенович. Вот так получилось. Играл на той гитаре, на которой играл он. Имел даже наглость семиструнную гитару перестроить под шестиструнную, но я думаю, что он мне это простил. Там на этой гитаре был его автограф. Ну, в общем, песни я тоже пишу, наверное, класса с восьмого, и в основном активно, так сказать, в студенческие годы, ну, и потом впоследствии туши. А благодаря вот этому замечательному, замечательной встрече, которую организовала Елена Анатольевна Шувалова, у меня вот родилась буквально во днях эта песня, поэтому, если что-то немножко я подзабуду, вы, я надеюсь, меня простите. Эхо идет, эхо идет оттуда. Протекала людская река от Таганки, в той последней ладье плыл над городом ты, срифномовав напоследок Таганку с Ваганькова, и в народных слезах уплывали цветы. Жизнь бывает, и мука, бывает, и скука, и на прочность попробует сука-судьба. Но бессмертие — это такая серьезная штука, если мир пропускается через себя. Ты не клянчил его у капризной фортуны, но хлестало само из разорванных жил. Ты ласкал и корябал чужие душевные струны, потому что в слова свою душу живую вложил. Сорок лет все поют твои песни иначе и хуже, но нам хочется слушать тебя одного. Твою боль и любовь, перейдящую вольную русскую душу, и твое озорство, и твое ведовство. Ты умел угадать и понять человека, его смысл, назначение и тайную суть. Ты стал голосом общего двадцатого нашего века, спел за всех, чтоб однажды в бессмертие шагнуть. Ты в бессмертие шагнул, просто вышел из тела. Ничего, просто вышел из тела. Все с твоей высоты Тебе стало ясней и видней. Сорок лет, Как мгновенье одно пролетело, Словно те сорок дней, Словно те сорок дней, Сорок лет, Сорок дней. Браво, спасибо огромное, очень душевное и очень правильно. Дорогие друзья, мы все-таки затягивать встречи не будем, поэтому не переживайте. Я знаю у всех работа, у всех дела. Но приоритет у нас все равно местным жителям. У меня попросил слово еще Владимир Вячеславович Барцевич. Подойдете, да? Вот он хочет прочитать свое стихотворение. Опять же, я не знаю, Кому из родственников Высоцкого Вы более симпатизируете, Поэтому здесь будет речь о Марине Владе, Да, я так понимаю. Поэтому давайте тоже относиться Как бы с пониманием и с терпением. В любом случае, Какие бы течения Вы не представляли. Потому что у Владимира Высоцкого Каждая страница его жизни Ярка и правдива. Ну, мне хочется сказать, Что стихотворение я написал 26 января 2008 года. Просто посмотрел передачу, Посвященную встрече Рязанова с Мариной Владе. И, честно говоря, Мне не очень понравилось поведение самого Рязанова, Потому что он как-то некомпетентно С ней разговаривал. Как бы у вас там было С этим самым вашим Высоцким? Вот такая фраза прозвучена. Говорит, он был щедр душой. Все. И вот поэтому я написал Такое стихотворение. Есть в нашей жизни закон простой. Любишь, всего отдавай, не глядя. Вот так и Высоцкий был щедр душой, Как вспоминает Марина Влади. Встретив однажды, Всю жизнь любить, Такое не каждому удается. Вопрос он не ставил, Быть или не быть, Он твердо знал, что любви добьется. Он жил, Горая, Себя, Не щедря. Фальш презирал, Проявляя чувства, Короткой жизнью, Обогатя всех нас Поэзием И искусством. Примером всем нам он будет служить, Как добиваться намеченной цели, Как надо неистово любить И жить, Пока стучит Твое сердце в тери. Любовь твоя Быть захочет с тобой Не ради благ И престижа ради, Просто надо быть Щедрым с собой, Как был Высоцкий С Мариной Влади. Спасибо. Как не могу не обратить внимание Вам на группу, Вот присутствующую здесь В таких значочках, Да, Где птица летит к солнцу, Вот, Это группа из защиты Николая Николаевича Платушкина, Который сейчас арестован. Я еще раз говорю, Пожалуйста, Господа либералы, Там других течений, Наша задача сейчас Объединиться, Если Человек Сидит в заключении Ни за что, Ни про что, Мы, конечно, Должны его защищать. И поэтому Я предоставляю слово Ольге Георгиевну Давчела. Давгела, Извините, Пожалуйста, Извините, Да. Вы, так я понимаю, Тоже бывали на концертах, Владимир Семенович, Да? Все, да, Даю слово. Здравствуйте. Я речи вообще никакой не готовила. Просто пришла почтить память Усоцкого. Но так случилось, Меня попросили, Пришлось вспоминать. Несколько раз я была в компаниях, Но не здесь вот, То, что вам озвучивали, А другие компании, Которые собирались и с удовольствием Слушали песни Усоцкого. И так случилось, Что три раза в разных домах Приходил он к нам И пел. Вот вы знаете, Он совсем другой был, Вот тут как памятник ему возвели, А он был очень простой И приятный в общении. Вот в личном общении. Я тогда, конечно, Была очень молодая. И нам очень нравились эти песни. Часто летала в Донбай, Тоже со своими знакомыми, С компаниями. А он же тоже там бывал. И тоже пел песни. И вот сегодня звучала, да, Песня. Он очень любил, по-моему, Именно это место на Кавказе. Потом, если вспоминать, Что еще у меня запечатлелось, Это посещение театра. И вот все, конечно, знают Те спектакли, которые прославились, Но мне ужасно понравился Первый, который я посетила, Это Добрый человек из Сизуана. Вот никого не помню из актеров, Кроме Высоцкого и Ульяновой, Которые там играли. Замечательно совершенно. Потрясающий был спектакль, Который откладывается вообще в душе На всю жизнь. Это павшие живые. Там почти вся таганка играла. И, конечно, был Высоцкий. Про театр больше не буду говорить. Я много там смотрел спектаклей. Но у меня было в жизни, Что пришлось жить в Японии. И совершенно неожиданно, Гуляя в Токио, Нашла диск Высоцкого, Который записали в Японии. Очень качественно. Там так душевно он записался. Вот в их студии он там записывался. Здесь и по-русски они, И по-японски, И всю его биографию написали. Японцы ужасно любили, Вот, по крайней мере, С кем я встречалась, Слушать Высоцкого. Он им очень нравился. Тем более, что на диске Там есть слова, И по-японски тоже. Это очень здорово. Ну, естественно, Мне нравятся фильмы, В которых он играл. И мне больше нравится вспоминать, Как он был живой. Самое тяжелое для меня было, Когда я возвращалась из Германии, Меня встречали. Уже Олимпиада началась. Вот тут сказали, Что он умер в день открытия, Да, Вы сказали? Нет, вперед. Нет. А открытие было... Раньше я его смотрела в Германии. А приехала на поезде, Выхожу, И мне родственник говорит, Сегодня умер Высоцкий. Это было 25 июля. Вот это был удар крепкий, Как будто ты родственника потеряла. Ну, естественно, Я была в той толпе, Которую хоронила. Но мне больше нравится, Конечно, вспоминать, Как он был живой. Спасибо, Ольга Георгиевна. Мы, конечно, Все будем бороться за освобождение тех людей, Которые за свою борьбу за справедливость, За счастье трудового народа, Находятся сейчас, Как я считаю, Совершенно несправедливо в заключении. За свободу Николая Николаевича Платошкина, За свободу ребятам, Детям, можно сказать, Из нового величия. Это вот девочки Аня Павликова, Маша Дубовик, И другие ребята, Которым вот буквально в ближайшие дни Объявят приговор, Который чреват Семилетним заключением. Просто дети, Дети, которые мечтали учиться, Рожать детей. И сейчас мы с вами, Опять же, На слова Городницкого Есть такая песня или стихи, И в ней есть такой припев. Руки прочь от Высоцкого, Память о нем чиста. Вы знаете, что сейчас Кто только не делает деньги На всяких баснях, Рассказнях, Выдавая Небылицы за реальность, Ну и так далее, Делая свою интерпретацию Событием его жизни. И действительно, Это очень Нечестно так поступать. И вот об этом, То, что мы сейчас Вам продекламируем, Споем. Но я прошу, Очень прошу всех Вот эти вот слова, Руки прочь от Высоцкого, Память о нем чиста, Чтобы мы все вместе Повторяли хорошо, Громко и не стеснялись. Пилуны безликие Этот призыв несу, Песни его великие Не превращать в попсу. Сеть для поэта Соткана, Видимо, Не спроста, Все вместе, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста. Руки прочь Память о нем чиста, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста, Вам журналисты лживые, Что не крестили лба, Золотоносной жилою Стала его судьба, Шутки уймите плоские, Тема для вас не та, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста, Не одолеть Вам зависти, Ибо из года в год Из магнитофонной записи Голос его живет, Вниз не отпустит сокола, Светлая высота, Светлая высота, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста, Руки прочь От Высоцкого, Память о нем чиста, Руки прочь